Друзья, привет-привет! С вами снова Ирина Грачёва, это проект Ирина Грачёва Рейсинг и сегодня мы наконец-то разбираем то, что произошло со мной в гонке мини в мае. Мини в мае в сентябре. Гонка завершилась всего несколько дней назад. Я взяла некоторую паузу на небольшой отдых, съездила посмотреть, как стартует класс 40 в Норманди Ченнел Рейс, собрала свою лодку, разобрала свою лодку, все помыла, все почистила и подготовила ее к следующей гонке. И сейчас наконец-то настало время вспомнить все, что было в мае и сделать этот разбор полетов. Это видео я хочу сделать немножечко по-другому, снова немножечко по-другому, чем делала в прошлый раз. Сейчас я хочу скомбинировать то, что происходило со мной, мой анализ на борту, который был основан на подготовке перед гонкой, то, что мне потом рассказал Ирван Лемине, с которым мы делали дебриф, и показать, как это все выглядело на трекере, то есть я буду делиться экраном. Именно поэтому я сейчас снова вот в таком вот качестве с компьютера с вами разговариваю, используя веб-камеру, которая не самая качественная, но зато позволяет мне сделать все сразу, то есть и делиться экраном, и при этом присутствовать на нем, чтобы вы видели меня одновременно с анализом. Ну, как вы все уже знаете, в гонке я финишировала четвертый. Я не могу сказать, что я очень сильно довольна этим результатом, но он получился из-за вполне себе объективных причин. Когда нужно было принимать решение, какие парусы брать, немножечко больше я рассчитывала на более полные курсы, поэтому взяла больше спиннакеров и отказалась от маленького кода зеро, маленького женака. В итоге оказалось, что в гонке достаточно много острого ричинга, в такой более сильный ветер, чем можно вмести мой большой женак. Из острых ричинговых парусов у меня на лодке есть два. Это большой женак, супербольшой, наверное, один из самых больших во флоте, который можно выносить в слабый ветер, либо в сильный ветер, но на более полных курсах. И есть супермаленький женак, который предназначен для сильных ветров и в каких-то более острых курсах именно в сильные ветра. В этой гонке сложилось так, что было много ричинга, было много острого ричинга и много ричинга при силе ветра 15-17 узлов. То есть это не очень сильный ветер, но из-за того, что угол к ветру был достаточно острый, а большой женак я часто не могла выносить. Поэтому в какой-то момент мне пришлось сбавить скорость. Но об этом позже. И третья причина — это большая усталость, которая накопилась, которая еще накопилась во время САС. У нас было три этапа один за другим. В третьем этапе, как вы знаете, я шла почти всю гонку, почти все 500 миль без автопилота на руках, то есть не спала совсем. Потом, естественно, нужно было все разобрать, нужно было лодку отремонтировать, ну, мелкий ремонт сделать. Была куча работы, так что отдохнуть не очень-то удалось, но еще накопилось как бы все вместе. Потому что год задался достаточно тяжелый с самого начала, нужно было принимать много решений, мне пришлось очень много перемещаться. Все это было достаточно нервно, трудно. И, в общем-то, вся вот эта вот усталость, она немножечко дала себе знать в гонке в мини в мае. Но в любом случае, четвертое место — это результат отличный. Я ведь только начинаю, только осваиваю свою лодку. И это значит, что во мне еще очень много нераскрытого потенциала. И потенциал лодки я тоже еще не успела полностью раскрыть. Так что у нас все впереди. Ну, а теперь давайте начнем все-таки разбор. Погнали! Всего у нас выступало 17 прото. Итак, моя лодочка бежевого цвета сейчас выделена белым контуром. Во время старта ветер был достаточно слабый, немножечко переменчивых направлений. Старт был дан плюс-минус против ветра, но стартовая линия перекошена под старт правым галсом, то есть из-под судна с чистым ветром. Начало гонки мини в мае. Стартовали с третьего раза. Опять куча фальшстартов. Все рвутся, рвутся прямо в гонку. Ветра не очень много. Стараемся проскребаться по пятнам ветровым. Я заняла позицию верхнюю, ближе к ветру. И еще с расчетом на течение, которое сначала нас несло слева направо, потом будет нести немножко справа налево. Из расчета всего этого я заняла верхнюю позицию, ближе к ветру, думая, что мне и порывы будут приходить. Ну и вообще. Оправдается, не оправдается? Посмотрим. Флот. Вот он, флот. Несем женак. Я выбрала стратегию держаться ближе к генералке, может быть, даже немножечко выше. Поэтому, когда все поставили, многие поставили женак, я немножечко больше шла под стакселем, чтобы не слишком падать. И в итоге поставила женак, может быть, чуть-чуть позже, чем того следовало. Но считаю, что стратегически этот стап гонки я прошла успешно, держась чуть-чуть правее к генеральной линии. И в итоге на знак вышла одна из первых. После на вот этом вот участке нужно было лавироваться вдоль берега. То есть кто дольше задерживался возле берега, тот получал больше преимущества по сравнению с теми, кто дал сразу в море. Под островом Хаят мы могли скрыться от течения, которое выносило с запада на восток на тот момент. И опять же, это была лавировка, поэтому, чтобы тебя унесло на подветренную сторону, конечно, никому не хотелось. И я продержалась там вот с левой стороны под островом сколько могла, а потом сразу рванула в сторону следующего знака в проилеве Летинюс. И на правильной стратегии здесь мне удалось достаточно сильно оторваться и немножечко оставить своих соперников позади. У крылатой лодки 6.9.6 Амброджия Бекария не очень получилась эта лавировка. Было видно, что он не может найти скорость, но потом он все-таки нашел свой режим, и дальше острые курсы шел уже очень-очень-очень хорошо. Подходим к проливу Летинюс со встречным течением, и пришло время обратиться к моему розбуку. Мой роутбук, который я подготовила перед гонкой. Здесь вся информация о течениях, о прогнозе, о синаптической карты, роутинг, опасности, все-все-все-все. Вот такая вот работа была сделана за вечер, ночь, можно сказать, перед гонкой и утром по свежему прогнозу. В пролив Летинюс я вошла самой первой, и еще при заходе ветра. И поначалу я не могла выйти на знак, какая там ситуация, там не просто знак, который нужно обогнуть, там есть еще две пары буев фарватерных, которые нужно респектэ, то есть в которые нужно пройти с нужной стороны. И я не смогла выйти на зеленый буй, мне пришлось поворачивать, чтобы его пройти с нужной стороны. Тем остальным уже больше повезло, ветер опять же зашел по часовой стрелке, и они смогли быть одним галсом. Но на этом я не потеряла особенно много, и следующую марку все-таки прошла тоже первой. И надо сказать, что дальше по прогнозу ветер должен был заходить все больше и больше по часовой стрелке к берегу, и дальнейшая стратегия строилась именно на знании о этом глобальном заходе. Куда бы мы ни шли, все время получали, в общем-то, лавировку, поскольку заход ветра продолжался, продолжался и продолжался. Я решила пойти как можно ближе к заходу, чтобы оказаться между заходом и соперником. И позже, когда мы об этом разговаривали с Ирваном, он сказал, что считает, что это была вполне оправданная стратегия, но, к сожалению, заход пришел на несколько часов позже, поэтому вот эта вот лавировка к острову Груа, вот эта вот моя самая правая береговая позиция, не дали мне выигрыша и протянула лодки, которые были чуть западнее меня. Амброджио Бекария повернул, наверное, на мили-полторы позже, и вот сейчас можно видеть, что я еще выигрываю, выигрываю, и жду своего захода, вот жду его, жду тяну в берег. Но заход не произошел, наоборот, начало еще больше отходить, и мне пришлось лавироваться, контриться с менее выгодными галсами, чем если бы я прошла так же, как Амброджио или так же, как другие лодки, которые были чуть выше. Кстати, именно в эту ночь я ощутила вот эту самую усталость, и я поняла, что очень-очень у меня непросто. Ветер был не сильный, было 12, наверное, 15 узлов, и я выносила полную парусину, но приходилось мотосажить, и приходилось нести киль, все время его выносить на ветер. На лавировке я немножечко устала, потому что, что такое поворот на прото? На прото, помимо того, что перекинуть пруса, ты еще должен перекинуть вес, а у меня в этой гонке было, ну, наверное, около 100 килограмм, ты должен перекинуть, поднять один швер, опустить другой, вернее, сначала опустить, потом поднять с другой стороны, и ты должен перекинуть киль. То есть поворот, на самом деле, занимает достаточно много времени и достаточно много физических сил. Угрозка у меня не задалась, неудачно я сходила в берег, но хоть на закат полюбуемся. Чем дальше мы продвигались по дистанции, тем больше заходил ветер, опять же, по часовой стрелке. И у Скал-Леглинан мы должны были быть где-то глубокой ночью. Здесь опять произошла ситуация, когда народ начал ставить женаки, очевидно, начал ставить женаки достаточно рано. Я немножечко побоялась ставить свой женак рано, потому что, ну, 12-10 узлов, достаточно острый курс, в общем-то, очень близкий к лавировке, у меня огромный женак, ночь. Я, честно, немножечко, наверное, побоялась, побоялась слишком рано терять высоту, побоялась, что это не самое оптимальное с точки зрения скорости, нести женак в таких условиях. И поставила его достаточно поздно. Моей тактикой, моей стратегией, даже, давайте так скажем, было пройти по кратчайшей, то есть я пошла резать камни, пошла между какими-то там камнями самым кратчайшим путем. В то же время, как группа, которая в итоге выиграла на этом участке, они раньше поставили женаки и падали, 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 а потом поднимались. Сейчас я вижу, что были лодки, которые проходили Леглинан вообще с другой стороны, с северной стороны. Все-таки самой выигрышной стратегией оказалось ставить женак, падать, и потом, несмотря на то, что дуга была большая, все-таки выходить с женаком. И если сейчас вот ночью у нас все еще дует там 12-10 узлов, то потом ветер подкис, и женак уже можно было вынести абсолютно без проблем. И мы ожидали снова лавировку. Поэтому еще у меня были сомнения ставить женак или не ставить, или все-таки стараться как можно ближе держаться к генералке, потому что я боялась, что мы все упадем. И вот этот вот заход по морде, то есть отход ветра против часовой стрелки, случится слишком рано, и придется лавироваться дольше, чем тем, кто окажется возле генералки. Вот мы все двигаемся. Тут нас всех начало уже подкручивать. Тут мы уже несем женаки вообще без каких-либо проблем. Несем, несем, несем. Выходим на... С трудом уже начинаем выходить на Капковаль, на мыс. И где-то вот здесь там был вопрос под этим мысом, стоит ли держаться к нему как можно ближе, потому что ветер был уже где-то с берега, и возле мыса должно было быть пятно слабого ветра. Этого было не видно, но оно было во всех прогнозах, и вроде как логически, что оно там будет. Вот, на самом деле, мне кажется, его там не было, если честно. И дальше после мыса сразу получаем лавировку. Такую как бы не дедапвинт, но все-таки острую, где несли стокселя. Здесь мне просто позарез нужно было отдохнуть, и я эту лавировку спала, и, наверное, не всегда оптимально настраивала паруса. Но я знала, что к утру мы будем возле еще одной очень важной точки. Это пролив Радюсайн с большим течением, и потом будет вот этот вот небольшой участок с огибанием запретной зоны. Это временная запретная зона, это не зона разделения судов. И там нужно было быть очень включенным, чтобы понять, с какой стороны ты пойдешь. То есть нужно было заранее где-то с утра начать считать и наблюдать очень усиленно за погодой, принимать решения. И опять же лавировка предполагалась каким-то количеством поворотов. Я понимаю, что было супер важно иметь самую большую скорость вот на этом промежутке от Капковаль до Радюсайн, потому что чем раньше ты приходишь, тем лучше тебе, потому что ты попадаешь еще на течение попутное, и если ты опаздываешь, попадаешь на встречку. Но ничего с собой поделать не могла, мне реально был нужен отдых, поэтому там я немножечко, извините, сбаливаю. Вот мы тянемся, 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 ветер слабеет, 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 и заходит по морде. И вот уже на сам пролив не все выходят одним галсом. Здесь мне хотелось бы рассказать такую историю и поделиться как примерно, как я делаю анализ по течению. Какая информация у нас есть с собой? Это только распечатанные карты течений и таблицы приливов, в котором ты считаешь время, на какое время какая карта течений будет. Вот так вот выглядят карты течений, которые я покупаю. На сезон у меня вот такие вот три книжки, каждая из них стоит по 50 евро. Эти книжки я просто дербаню совершенно нещадно, вырезаю из них листы, их ламинирую, потом подписываю время и беру с собой в гонку. Эти карты течений дают достаточно полную информацию о заихрениях, некоторых заихрениях течений вокруг островов и в каких-то сложных местах типа проливов. Эта информация может оказаться супер важной, супер критичной. Поэтому я решила разориться, я делаю вот эту вот работу, подписываю этих кучу-кучу карт, трачу на это иногда по два часа, но считаю, что это очень важно, если я хочу все-таки претендовать на какой-то результат. Итак, на мое время прохождения пролива радиусайн была вот такая вот картина по течениям, которая должна была смениться на вот такую. То есть я подходила именно в тот момент, когда еще попутное течение, которое могло тебе помочь выдолкнуться на ту сторону, должна была смениться на встречное. И хотелось проскочить это место как можно скорее. Но, слава богу, у меня были точные подробные карты, и я увидела, что то место, куда я попадаю без поворота, там уже обратка, обратка больше узла. И что, несмотря на то, что вроде бы кажется, надо быстрее приближаться к проливу, на самом деле самое выгодное будет повернуть и пройти дальше вот этого места. То есть нужно было выйти примерно на середину пролива. Ура, наступило утро, ночь была достаточно спокойная, но для меня стратегически и тактически нехорошая, потому что я была очень уставшая и должна была отдыхать. Поэтому, наверное, не сделала максимум с того, что можно было сделать, к сожалению. Но это плата за предыдущие гонки и за период подготовки. Сейчас мы находимся возле Ля Платte, это Радю Сайн. И еле-еле успеваем на последнее попутное течение. Всех остальных отсечет встречкой около пяти узлов. Фух, вроде успели. И дальше за серединой пролива есть еще такой небольшой остров с камнями, который нужно было принципиально обогнуть либо с одной стороны, либо с другой. И в этот момент произошел мой выбор с стороны огибания разделительной зоны тоже. Я посмотрела карта течения дальше и поняла, что если я сейчас буду ломиться вправо от этого острова сразу после прохождения Радю Сайн, я буду все время идти против течения. И если я останусь слева, то первое, что я ожидала, что у меня будет меньше течения, это точно. То есть я буду идти против течения, но его значение меньше. И второе, я ожидала отхода ветра против часовой стрелки, небольшого отхода, который должен был мне помочь. Итак, вот как это выглядело. Вот он мой поворот, вот я дохожу до середины. И вот я иду с этими двумя яхточками, которые я просто на глазах проезжала, потому что они были ближе к встречному течению в проливе. И в итоге проехала. Дальше вот она моя сторона, получилась левая сторона, и вот он пошел, заход ветра пошел, пошел, пошел. Потом в какой-то момент отошло, и я очень-очень испугалась, что я не выйду на зону, что я не выйду на знак, что мне придется еще контриться, а я уже почти на лейлайн. Но мне очень повезло, и отход ветра вернулся, и я смогла проскрестись. И как вы видите, все лидеры выбрали левую сторону. То есть эта сторона была абсолютно правильной. Здесь мне хотелось бы делать маленькое отступление и рассказать такую забавную историю, что происходит с моделью Arom. Как я уже много раз говорила, самая точная модель прогнозирования во Франции это Arom. Работает просто отлично, учитывает все термики, все бризы. Но во время гонки САС работало плохо. Почему? Потому что август – это традиционный месяц отдыха, традиционный месяц отпусков у всех специалистов. И в метеоцентре сидят стажеры, которые делают свою работу. Но, видимо, еще у них тоже, как и у меня, недостаточно опыта, поэтому приходят они не на первом месте, а пока что на четвертом. И мы с ними. Но сейчас сентябрь, уже середина сентября, и просто чувствовалось, что вернулись специалисты, что модель Arom снова работает практически как часы. и у меня были с собой все инструменты для того, чтобы отслеживать, насколько хорошо она работает и насколько она отличается или согласна с другими моделями. Большую часть в моем роутбуке занимает погода, занимает прогноз. И в эту гонку я взяла с собой синаптические карты, чтобы наблюдать, как двигаются массы воздуха в общем. А также скриншоты, скриншоты с Aroma и модели Arthage. Чтобы иметь какую-то визуальную информацию, мне очень важно иметь визуальную информацию. Роутинг, погодный роутинг по разным моделям с каким-то предполагаемым временем моего прибытия, прохождением и прибытием в ту или иную точку. И уже на основе этого роутинга на основе этого пересчета у меня были сформированы вот такие вот таблицы, по которым я могла видеть, в какой момент времени, какое направление ветра я ожидаю, какую силу ветра я ожидаю и как это все двигается. Такие таблицы я распечатала на четыре модели. На Aroma, Icon, GFS, GFS, и европейская модель, Herlam. И я могла их сравнивать, и в итоге Aroma действительно работала как по часам, за исключением вот такого вот опоздания захода ветра возле острова Груа. Итак, возвращаемся к нашим тараканам, к нашим яхточкам. Дальше был момент небольшого отдыха, вот этот вот ричинг под женаком, который мы все прошли примерно с одинаковой скоростью, никаких чудес там не случилось. Я попробовала наконец-то Outrigger, и вот вам видео про него. Сейчас испытываю в первый раз в гонке вот такую вот приспособу, называется Outrigger. Outrigger позволяет поставить генакер гораздо шире и закрыть заднюю на более полных курсах. Прибавка к скорости ощутимая, примерно полузла точно есть. После огибания буя шоссе Дюссейн был downwind, то есть for the wind, то есть бакшток, мы начали с бакштока, ветер отходил против часовой стрелки, становилось все полнее и полнее, и постепенно это превратилось в лавировку на for the wind. Ветер все время усиливался, и мы начали с достаточно слабым ветром и большими спинокерами. При этом приходилось серьезно приводиться, чтобы иметь какую-то приличную скорость. Я училась у своих старших соперников, у Декасейл Себастьяна, у Амброджо, у Мари. Училась вот этой лавировки на for the wind, потому что ребята уже давно в классе мини, ребята уже давно с прототипами, для меня это новый опыт, прототип, и найти свой угол к ветру и свой скоростной режим даже на слабом ветре пока что у меня не всегда получается на попутных курсах, и это была очень хорошая тренировка, смотреть, как они работают, смотреть, как я работаю, искать себя. Так вот, ветер усиливался, и постепенно меня начало немножечко давить, нос начал уходить в воду. Сначала я взяла риф на гроте, а потом поменяла спинокер с большого на медиум. Медиум достаточно полный. И вот вам для сравнения два видео. Примерно одна сила ветра, одно направление ветра. Я иду в одном случае под большим спинокером плюс один риф на гроте, в другом случае под средним, достаточно полным средним с тем же одним рифом на гроте. Видим, что под большим спинокером меня уже начинают давить, то есть я начинаю нырять носом. При этом спинокер я выношу, проблемы вообще нету. Только это получается не очень быстро. И вот видео с средним спинокером. Его можно отличить от большого, потому что он был порван и залечен на передней шкатуре, не можно увидеть. И здесь уже видно, как лодка поднимается и как лодка начинает серфить гораздо-гораздо легче. И на автопилот меньше нагрузки, и рисков Chinese Jive непроизвольного поворота Ford Wind гораздо меньше. Ну и идем мы быстрее. Здесь был очень интересный момент. У нас было 4 прототипа, которые делали эту лавировку на Ford Wind, и мы ожидали возле берега отвода ветра, с которым мы собирались повернуть. Так и произошло, и повернули мы все по очереди, кроме Себастьяна на DECO Sail. И мне казалось, что Себастьян делает ошибку в этот момент, но посмотрите, что на самом деле случилось. Вот мы все сходили, как Роутинг писал, как Forecast говорил, вот мы все сходили немножечко на запад, и вот Себастьян, который вышел, теперь впереди меня и Мари, это красненькая лодочка, и на этом выиграл. Я потом спрашивала, естественно, у Себастьяна, что, как, что такое с ним там происходило, и он мне рассказал, что на самом деле там была другая совершенно волна, волна была гораздо проще, и у него просто было больше скорости. Хотя шли мы там, ну, мы поворачивали не очень надолго, там полчаса может быть. Вот, но даже такое в гонке очень-очень-очень важно учитывать. Здесь уже начал происходить заход ветра еще больше по часовой стрелке, который мы ожидали. Ветер уже ближе к восточному, и мы стали менять спинокера на женаки, и дальше была просто езда по генералке фактически в режиме ВМЖ, то есть с лучшим выходом на знак. И здесь мне удалось какое-то достаточно долгое время сохранять скорость и даже приближаться к Марии, Себастьяну. Ветра было по-прежнему достаточно много, 15-17 узлов. Женак у меня очень большой, лодка на боку, в автопилоте я еще не очень была уверена, потому что мы только что поменяли датчик, и я еще волновалась, все ли в порядке. Ребята, да, все в порядке, датчик поменяли, все работает. И в какой-то момент я ожидала, что ветер немножечко отойдет перед знаком, что он должен был отойти и ослабнуть, и что я все-таки смогу дойти под моим женаком до конца. Но, к сожалению, ветер же наоборот за последние 10-7 миль усилился, и я уже перестала попадать на знак, и перестала выносить свой большой женакер. Маленького у меня не было, поэтому мне пришлось срубиться и доходить под стакселем, при этом теряя скорость. Очень было обидно, я плакала, но что поделать, моя плата за неправильный выбор парусов. Дальше было что-то типа острого курса, не лавировка, но острый курс, который постепенно должен был превратиться опять же в курс под женак, то есть ветер отходил против часовой. Здесь я опять поздно поставила под дырок, поздно поставила женак по сравнению с другими лодками, потому что снова была уставшая, ночь не спала, сидела, рулила или контролировала. Свой курс, свое состояние и к острову Орел. Чем ближе мы подходили, тем полнее становилось и в конце концов мы поставили спинокера и возле острова начало достаточно сильно продувать. То есть это была уже такая бодрая лавировка на Форде Винт, где мы немножечко поборолись с Пьером Муазаном, который меня догнал. Эту лавировку на Форде Винт прошел со мной примерно одинаково и вырвался немножечко перед огибанием под мостом, перед той лавировкой, которая вот там вот нас ожидает. Что нужно сказать про, особенно про это место. Вот в этом вот горле от острова Рио до материка, как правило, очень сильно раздувает. Там очень мелко и там один из самых устойчивых призов. То есть если дует какой-то запад, север, термический ветер, то здесь его усиливает, усиливает вплоть до 20-25 узлов. В нашем случае нам дало, нам усилило ветер примерно до 18, на порывах до 20, поэтому лавировка была достаточно бодрая, но мы знали, что вот она там буквально на 20 миль, сколько длится острова, потом должно отпустить. И я эту лавировку прошла с рифом, Пьер Муазан и те сирейки, которые были рядом со мной, прошли без рифов, но при этом грот на флажке. Скорость получалась примерно одинаковой. Это место было трудным еще тем, что мы шли с попутным течением, ветер был против течения, поэтому волна была битая, очень короткая, очень неприятная. И достаточно трудно автопилоту работать в таких условиях. И еще нужно было обогнуть ферму с медими. Тут вот где-то в серединочке она не отмечена, но она там есть. И я в эту ферму чуть не приехала, когда я решила, что мне нужно делать поворот, и это я ее вижу, пока я делала все свои упражнения перед поворотами, я вылезла и такая, вау, а тут ферма-то уже вот прямо здесь рядом. Но обошлось, и из-за того, что я зашла на тот момент дальше всех, вот сейчас покажу этот момент, ползем, 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 вот мы получили лавировку, вот это, наверное, первый поворот от фермы, вот он, да, и благодаря этому я получила, вот вы можете увидеть, какая разница у меня с другими лодками в угле, я поняла, что точно правая стала она, что сейчас нужно, чем больше вправо, тем лучше. И каждый из нас пытался туда выбираться все больше и больше, и каждый раз мы, как бы, ты эту ферму не очень хорошо видишь, потому что она, буи очень низкие, каждый раз мы такие поворачивали туда и утыкались в нее, и смотрели на соперников, кто как бы, вот он пошел вроде бы направо, дошел или не дошел? Не, не дошел, поворачивай, значит, там все еще ферма. И дальше уже в закат мы начали входить и лавироваться возле самого-самого берега, было стремно немножко, было стремно сесть на рыбацкую виху, было стремно сесть на мель, но оно того стоило. И в итоге, вот с несколькими серийками мы вышли уже после, из горла этого острова Рео, вышли и почесали одним галсом. Вот где-то здесь я начала ставить женак, когда все еще лавировались, потому что мы с Мари зашли немножечко дальше, чем все, и немножечко перебрали высоту. Вот свой женак я уже ставила, чтобы эту высоту потерять. Ну, а дальше ветер то отойдет, то зайдет. Мы должны были выходить вот на еще одну точку с временной зоной запрещенной. Там сейчас прокладывают кабель, поэтому вот такая вот красная зона ожидала нас впереди. И мы ожидали смену ветра где-то вот там, в тех краях. Если сейчас ветер у нас еще дует с севера в восток, то он должен был меняться аж на северо-запад и чуть ли не запад, и чуть ли не уходить на юго-запад по разным прогнозам. Поэтому стратегически было очень важно понять, где ты хочешь оказаться. Вроде бы ты хочешь идти в заход, то есть оказаться слева, как можно левее с другой стороны. Непонятно, когда это все придет и насколько оно будет стабильным, насколько стабильно оно будет приходить, и хочется держаться не очень далеко от генерального курса. И в итоге вот здесь с теми лодками, которые снова поставили женаки, вот они поставили. Я была готова поставить женак, но в какой-то момент даже поставила, потом поняла, что что-то мне не очень комфортно уходить настолько далеко от генеральной линии, что я его срубила и решила идти под стакселем медленнее. Сейчас я в очередной раз срубила женак, но вот он у меня на готове. Если что, быстро поставится. До Буяк осталось 2 мили. После этого будет привод на еще 15 градусов. Я толкусь с топом Сириик. Четыре лодки борются за первое место. Рассмотрим, кто ими летает. А потом, когда начал происходить еще более глобальный заход, я повернула раньше всех и оказалась просто ближе и шла более короткую дистанцию. Они тоже уже не могли идти под женаками, потому что нужно было выходить на остров. В итоге ветер откачнуло еще больше. Я прямо по дуге, конечно, вышла, но вышла. А им пришлось поворачивать, чтобы пройти с другой стороны острова, чтобы не терять на увале. Потом в проливе было все достаточно просто, там ветер немножечко усиливался из каждой дырки, поддувало, и я дотянула, в общем-то, это была не лавировка, это был бейт, дотянула почти до финиша. На самом финише, мили три последние, начала отходить, отошло так, что хоть спинакер вставь, но была я уже немножечко уставшая и уже дотянула как есть. Вот так. Ура! Мы идем на финиш. Осталось всего меньше двух миль и четвертое, заслуженное четвертое место в этой гонке. Место действительно заслуженное, так как вышла в гонку я очень уставшая, еще не оклемавшись после САС, и, естественно, было трудно и не всегда я принимала оптимальные решения, поэтому четвертое место в этой гонке для меня это очень-очень хороший результат. А, ну и Канопус большой молодец, ни разу не подвел, мы ничего не сломали, все хорошо. Надеюсь, что у вас сформировалось какое-то понимание, что происходило в этой гонке. Оставляйте свои комментарии, помогите мне немножечко понять, в каком направлении лучше двигаться с такими видео. я постараюсь их делать достаточно регулярно, занимает это большое количество времени, но я стараюсь. Ну, а я пошла готовиться уже к следующей гонке до Конкарно, которую мы будем гонять вдвоем с Рваном Лемене. Это гонка Дабл Хэнд. Так что ждите от нас новых материалов и пока-пока! Редактор субтитров